МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сказано, но не сделано. Премьер-министр Чувашии раскритиковал подрядчиков, которые не успевают сдать срок детские сады. Место для местных. Чем закончились поиски товаров чувашских производителей на прилавках магазинов? Расплатился жизнью. В Чувашии погоне за угонщиком автомобиля закончилась гибелью последнего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С начала лета Михаил Игнатьев посетил практически все районы и районные центры Республики. Цель визитов – обсуждение итогов социально-экономического развития за прошедшее полугодие. На этот раз пришла очередь в Шумерли. Какие проблемы есть у жителей и справляется ли новое руководство города с поставленными задачами, узнала наша съемочная группа. Среднюю общеобразовательную школу номер один построили в 1940 году. Во время войны здание служило госпиталем. До недавнего времени в учебном заведении проводился лишь косметический ремонт. И преимущественно за счет родительских взносов. Обсуждаем, какие нужно закупить материалы. И из этого собираем деньги. На свои же средства закупаем материалы, своими силами делаем ремонт. И потом вот уже подготавливаем класс к первому сентября. За последние годы ситуация кардинально изменилась. По программе модернизации образования уже отремонтирована часть фасада, крыши и столовой школы. Оставшиеся проблемные места администрация школы планируют устранить в ближайшее время. А вот в межтерриториальном медицинском центре ситуация несколько иная. Ремонт сделан, современное оборудование установлено. Не хватает только специалистов. Проблемы возникают когда? Вот человек ушел в отпуск. Его уже кем-то надо заменить. Единственный выход на сегодняшний момент. Мы обращаемся к окружающим районам, больницам. Договоримся с Красным Читаем. И просим там хирурга на это время прийти сюда. Рабочие места есть не только в медицинских учреждениях. Михаил Игнатьев посетил завод специализированных автомобилей и предприятия, специализирующиеся на производстве окон. Руководители двух крупнейших в городе компаний заверяют, что молодые специалисты всегда будут пользоваться спросом. На совещании по итогам проверки обсудили самый актуальный для Шумерли вопрос – работу жилищно-коммунального хозяйства. Глава республики отметил, что попытки изменить ситуацию к лучшему предпринимаются. Но они, к сожалению, не имеют системного характера. А решать проблему надо комплексно. С точки зрения дальнейшего развития есть перспективы. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, конечно, нужно наводить порядок. Вопросы по горячей воде, блочно-модульные котельные надо строить. Но в то же время, конечно, мы должны, вовлекая жителей, каждый бюджетный рубль использовать эффективно. Однако об эффективности пока говорить не приходится. Многомиллионные долги из энергоресурса не сокращаются. В Шумерлицком теплоэнерго выявлено факты искажения бухгалтерской отчетности на большую сумму – порядка 150 миллионов рублей. Внятных ответов на вопросы о перспективах работы в таких условиях руководитель предприятия не дает. В целом, если бы не было долгов, предприятие работать можно. С учетом модернизации котельных. А я тогда не переливод, я говорю, значит, вы сколько лет жителей проводите? Значит, работаю с 2011 года, был перерыв. Несмотря на общую критическую оценку, улучшения в городе есть. Строятся новые детские площадки, благоустраиваются парки. Таким образом улучшается социальное самочувствие жителей города. Чтобы комфортно жить, необходимо любить и беречь свой город. Подчеркнул Михаил Игнатьев. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Кто-то сдаст срок, а кто-то просит перенести дату торжественного открытия. Премьер-министр республики Иван Моторин сегодня побывал с инспекцией во всех строящихся в Чебоксарах детских садах. Не везде подрядчики работают идеально. Какие проблемы всплывают во время реконструкции и строительства новых дошкольных учреждений, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Всего в этом году в Чувашии появится 14 новых дошкольных учреждений. Только в Чебоксарах сейчас строится 5 детских садов. Работы начались еще зимой. Правда, далеко не везде подрядчики укладываются в изначально намеченные сроки. Новоселье в детском саду на Эгерском бульваре должны были отметить еще в июне. Об этом написано и на плакате при въезде на строительную площадку. Прошел месяц, но работ еще не в проворот. Подрядная организация уже успела снискать дурную славу у властей республики. В Чебоксарах она возводит два садика, причем оба не могут открыться в положенный срок. Есть проблемы, в том числе со стороны, с нашей стороны. Сейчас еще раз их обсудили. Я думаю, пути решения найдем. К сожалению, такие подрядчики появляются ежегодно. Мы заключаем десятки, даже, получается, сотни контрактов. Начинают хорошо, но заканчивают всегда одинаково плохо. Именно такую оценку работе строительной компании дал глава столичной администрации. Подрядчик пеняет на проблемы, но все же обещает сдать объекты осенью. Алексею Ладыкову в это верится с трудом. То есть, по идее, до середины сентября объект сдастся. А вот почему вы думаете, поющийся сад не пойдет? Не верю. Не верите? Если сдастся, хорошо. Уже с ноября прошлого года этот же подрядчик реконструирует и детский сад на бульваре юности. Изначально его планировали открыть до дня города, но похоже, что этого не произойдет. Из намеченного графика строители выбиваются по разным причинам. Причем зачастую возводить с нуля подрядчикам проще, чем переделывать старое здание в новый детский сад. И, конечно, здесь очень много вопросов возникает в ходе строительства. И проектное решение не до конца доработано, и новые сложные задачи возникают перед строителями. И поэтому на ходу приходится согласовывать. Но и затягивать со сдачей объектов недопустимо. Проблему с очередями необходимо решать в ближайшее время. В этом году в Чебоксарах планируют открыть пять садиков, а в следующем четыре. В этом здании на улице Богдана Хмельницкого планируют создать более 200 мест. Новый детский сад обещают открыть даже раньше намеченного срока. Скоро здесь начнутся отделочные работы. Судя живут фактически по площадке, иные работы вялые идут. Кран разобрать. После этого, через полтора месяца, садик будет сдан. Первым ноябрю этот будет сдан. В новых чебоксарских садиках в этом году планируют открыть более тысячи мест. Премьер-министр пообещал, что работы подрядчиков власти будут держать на постоянном контроле. Крайние сроки назначены. И те, кто их сорвет, вновь могут подорвать свою репутацию окончательно. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Тема продвижения товаров местного производства поднималась в правительстве республики уже неоднократно. Михаил Игнатьев, посещая муниципалитеты, всегда поднимал вопрос о наличии в продаже продукции, произведенной в Чувашии. Министерство экономического развития проводит мониторинг магазинов на наличие чувашских товаров. Сегодня Владимир Аврелькин рассказал о результатах мониторинга, затронув и другие темы. На встрече с прессой обсуждались причины создания центра сертификации и центра инжиниринга. Также рассматривался и вопрос о ходе строительства индустриального парка в столице Чувашии. Напомним, что в 2013 году заявка на размещение парка была одобрена. И под него выделена площадка в 23 гектара в районе ОАО «Промтрактор». В этом парке планируется разместить 10 резидентов. Более 42 миллионов рублей было выделено Чувашии с федерального бюджета на строительство систем электровода, газоснабжения и водоотведения индустриального парка. И только в этом году денежные средства были освоены, отметил министр экономического развития Чувашии. Также на пресс-конференции обсуждался вопрос о продвижении товаров местного производства. Работа большая проводится, и МВД, и вот наше министерство по пресечению, прежде всего, рынка нелегальной продукции. Вот, соответственно, устраняя его, мы обеспечиваем себе гарантированный сбыт продукции. Плюс, еще раз, со всеми, это нельзя решить проблему, когда решают только одну сторону. Поэтому, говорю, мы пошли на переговоры с розничной сетью, с федеральной сетью, с качеством, с ценой. То есть мы, в принципе, так системно подошли к проблеме снижения спроса в мире. Наша съемочная группа решила убедиться, насколько популярны в торговых точках местные продукты. И отправилась по продуктовым магазинам вместе с представителями администрации столицы республики. Проверка торговых точек на наличие товаров местного производства проводится впервые. Сеть магазинов «Калач», как оказалось, образцовое и единственное предприятие торговли, где представлена вся продукция, которую выпускают местные товаропроизводители. В каждом магазине у них вопросы совершенствования, выкладки товаров, у них проблем нет. Проблем нет реализации и проблемы нет по продвижению товаров. Еще один магазин, который попался на пути инспекции – «Сонар-18». Вы видите, как совершенствованные выкладки товаров, они аккуратно все выкладывают, так ведь это уже очень хорошо. А то бывает полностью горкой там положат, и просто никакой эстетичности нет. Цены низкие, хорошие цены. Это же фирменный магазин. Часто сюда приходите? Да, постоянно. И забив штексами я хожу, потому что все натуральное. У них натуральное мясо, никаких там добавок, ничего нет. Проверила высокая комиссия и магазин сети продуктовых супермаркетов «Севен». В нашем магазине представлена молочная продукция. Значит, в большом ассортименте продукция «Юни Милка» присутствует. Значит, продукция Козловского молочного завода. Большой популярностью, потому что продукция пользуется спросом, вкусная. Люди как бы любят ее и берут часто очень. Вот консервированные продукции, да, у нас есть… Чебоксарского вовсе не представлено, да, вот это плохо. У нас есть свой альгейшевский же есть у нас? Ну, наша задача, чтобы увеличить, во-первых, ее наличие в магазинах, увеличить ее количество чувашской продукции именно на видных местах. Это то, что называется «золотая полка». То есть на уровне глаз, на уровне руки. И она должна бросаться в глаза. Подобные проверки магазинов на наличие местной продукции пройдут во всех торговых точках города. После таких визитов станет ясно, каких товаров не хватает на прилавках. И затем будут предприняты конкретные меры по продвижению чувашской продукции. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Фестиваль творческих людей, объединивший писателей Москвы и Чувашии, курсирует по Республике. Сегодня с его участниками встретился и Михаил Игнатьев. Спасибо большое. Глава Чувашии пригласил литераторов почаще приезжать к нам в Республику в поисках интересных сюжетов. Гости отметили, что к сохранению истории и традиций в Чувашии относятся очень бережно и выразили готовность укреплять творческие связи с коллегами. Заместитель главного редактора журнала «Российский колокол» Александр Гриценко предложил публиковать произведения чувашских авторов на страницах издания. Несмотря на плотный график, столичные литераторы нашли время и для визита в нашу телерадиокомпанию. Гостей познакомили с коллективом и деятельностью национальной телерадиокомпании. Однако это была не просто экскурсия. Представители делегации вручили коллективу благодарность за информационную поддержку и подарили свои книги. Ну а сотрудники телерадиокомпании, в свою очередь, пригласили гостей в теле- и радиоэфир. Программа «По существу» выйдет в эфир в пятницу, 1 августа. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии прошел конкурс на замещение вакантной должности директора казенного учреждения Чувашской республики управления автомобильных дорог Чувашии. Комиссия решила, что конкурс выдержал Игорь Николаевич Прусаков. К другим новостям. Дата, хотя и не круглая, но все-таки юбилей. В этом году столице Чувашии исполняется 545 лет. О том, какую программу готовят к празднику, узнавала Ольга Пырочкина. Мероприятий много и в один день не уложимся. Так что гулять Чебоксары будут несколько дней. С этого началось заседание оргкомитета по празднованию Дня города. Чебоксары – город твоих побед. Таков девиз праздника в этом году. И пусть каждый понимает его по-своему. У каждого горожанина победы свои. Кто-то закончил и успешно сдал единый государственный экзамен – это его победа. Кто-то удачно вышел замуж – это тоже победа. Город в этом году получил диплом самого благоустроенного города России. Развлечения, которые так полюбились чебоксарцам, планируются и в этом году. Так, фестиваль семейного творчества «Естенок» пройдет 16 августа. В субботу. Зарядка со звездой, творческий бульвар и выступления пилотажной группы запланированы на воскресенье 17 августа. Количество различных мероприятий переваливает за 300. Но наша задача, чтобы каждое горожане охватить мероприятие. В каждом дворе, в каждом микрорайоне, где это возможно, праздничные мероприятия. Все депутаты городского собрания участвуют. Депутаты госсовета, сами предприятия и организации. Во дворах больше, начиная с 11 числа, по нарастающей каждый день. Если приглашенными актерами и звездами эстрады чебоксарцев уже не удивить, то в этот раз в Чувашию приедут и те, кого называют суперлюдьми – шалиньские монахи. Разбивать голову стен они, скорее всего, не будут. Им приготовят программу поинтереснее. Леонид Черкесов предложил задействовать их в зарядке со звездой и других спортивных мероприятиях. Кстати, о спорте. 16 августа горожан приглашают покрутить педали на ночной велопрогулке. Ну а вечером 17 августа под пение Ларисы Долиной раздадутся залпы салюта. Их, кстати, обещают 1200. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Другой крупный город Чувашии, АлатРа, свой день города празднует уже 2 августа. Вот только настроение будет подпорчено. Очередной коррупционный скандал разразился именно в АлатРе. Злоупотребление должностными полномочиями при распоряжении государственной и муниципальной собственностью подозревается глава администрации города Михаил Морискин. В отношении главы администрации АлатРа Михаила Морискина возбуждено 4 уголовных дела по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков, их аренды и продажи. В результате указанных противоправных действий подозреваемого, как полагает следствие муниципальному образованию города АлатРа Чувашской Республики, был причинен ущерб на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей. В настоящее время подозреваемый задержан решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета, сотрудников ФСБ и Управления экономической безопасности МВД по Чувашии, сообщают в Следственном комитете. Погоня, заугнанная в Нижегородской области иномарка, обернулась гибелью предполагаемого угонщика. Все происходило накануне в Шумерлинском районе, и сегодня пресс-центр ГИБДД Чувашии обнародовал запись с места аварии. Около полудня на автодороге Сура Шумерлинского района экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Киа Рио, который ехал со стороны Нижегородской области на высокой скорости. Увидев инспекторов, водитель резко затормозил и, развернувшись, направился в обратную сторону. Завязалась погоня. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал. На скорости около 170 км в час водитель преследуемого автомобиля, совершая обгон впереди идущего транспорта, не справился с рулевым управлением и опрокинулся в кювет. В результате 27-летний житель города Чебоксары скончался на месте. В ходе разбирательства по факту ДТП полицейские установили, что машина, которую управлял Чебоксарец, числилась в угоне. Кража авто была совершена накануне в городе Кстово Нижегородской области, и о том, что автомобиль обнаружен в Чувашии, потерпевшие узнали, находясь в кабинете дознавателя. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Собеседник нашего журналиста, член общественной палаты России Николай Паштаев. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин